Привет, друзья! С вами Рашнанин Цука. Мы продолжаем прохождение классических башен за всех персонажей в игре Mortal Kombat X. И следующий на очереди у нас Ермак. Значит так, какие стили у него есть? Это значит призрак, возможность использовать полет и применять уникальные приемы в воздухе. Мистик, улучшенный телевзлет и телеудушение. И повелитель душ дает шар души и способность уходить от удара, используя растворение. Значит, я буду проходить в стиле Мистик. Просто, не знаю, мне этот стиль больше понравился пока что. У него такой улучшенный телевзлет, то есть он может противника удерживать в воздухе. А, например, в первом стиле он только поднимает воздух и бросает об землю сразу. Вот эта вот фишка мне понравилась. Так, ну и давайте начнем с люкан. Как обычно, будем пробовать делать фаталити, бруталити, все что есть. Так, с чего бы, с каких ударов бы начать? Каждый раз задумаешь, какой удар наносить первому противнику. Хорошо, что у него есть оверхед. Например, я играю за Кэна всегда, да, мне нравится персонаж Кэна, но он в некоторых позициях слаб. У него нет оверхеда, то есть, когда противник сил в блоке, то нечем тебе его, короче, нагнуть, да? А тут у него есть оверхед. Кстати, давайте сразу декстрель посмотрим. Причем, этот оверхед можно еще сделать так, что потом поднять противника в воздух. Так, значит, у нас же еще суперудары разные есть, которые, например, телепорт, который стоит делать в воздухе. Кстати, вот, мне так кажется, в последнее время, что в МК, вот в этом, в МК-Х, лиминирует противника, у которых, персонажа, у которых есть телепорт. То есть, без телепорта бывает, порой, просто сложно выжить здесь. Так, вот сейчас надо было, наверное, что-нибудь... Нет, не то я хотел сделать. Так, ладно, уже у него жизни мало осталось, давайте сразу перейдем к добиваниям. Значит, так, адская сила. Вот, нужно в воздухе сделать усиленный телепорт. Необходимо выполнить 10 спецатак до конца матча. А вот я, наверное, их и не сделал 10 спецатак, поэтому, наверное, этот у нас откладывается. Это бруталити. Мы крутые, доступно во всех стилях. Необходимо выполнить комбы из 5 ударов, которые закончатся мощным взлётом. Вниз, назад, квадрат. Так, ну давайте попробуем, может быть, с ним. Так, значит... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, стоп. Не получится уже комбы сделать, я думаю. Так, давайте, значит, посмотрим. Другой вариант. Что ещё здесь есть? Ага, чревоугодие. Только в стиле мистику. И брака должно остаться не более 40% здоровья. Опять-таки, не более. А у нас сейчас сколько? У нас примерно 40%. А если на самом деле не менее, то есть это, может быть, перевод в рёт. Тут часто бывает такая фигня. Последний удар должен стать приём телеудушения. Вниз, назад, квадрат усиленное телеудушение. Вот можно попробовать его сделать. Не знаю, в общем, что там со здоровьем. Не более 40%. Странно. Ну ладно. А, у нас нету и полоски, блин. Ну ладно. Ох. Я, в общем, дождался, да? Того, что... Ну давайте супердар использовать. Может, используем 10 штук. Зря я усиление сейчас сделал. Вот. Ага. Почему-то вышло 4 только удара. Вот так можно сделать тогда... Попробовать 5. Блин. Ну-ка. Так, вот так 6 ударов у нас получается. Ух ты какой, а! Так, ну надо опять... Теперь что-то точно думать, что-то с ним делать. Так, значит. Возможно, теперь мы первый сможем сделать. У нас усиление должно быть, да, доступно. Ну, 10 спецприемов теперь, я думаю, точно делать до конца матча. Соответственно, можно... А, нужно сделать мощный телепорт в воздухе. Типа как у Скорпиона, да, получается фишка. Ну ладно, может быть, попробовать сделать. Ох ты! Ох, черт! Я не ожидал, что этот удар, окажется, такой мощный и убьет его. Осталось жизни там довольно-таки много у него. Ну ладно, значит. Теперь начнем, значит, с фаталок. Значит, работа над собой. Вниз, вверх, назад, на средней дистанции. Давайте попробуем. Довольно противная штука. Кстати, особенность этой фаталки в том, что вниз, вверх, нужно делать, зажав блок. А перед тем, как нажать назад, нужно блок отпустить, иначе не получится. Такое странное выполнение. Ну ладно, переходим к следующему сопернику. Еще у нас много. Персонажи, на кого мы сможем спробовать все эти бруталки. Император внешнего мира. Короче, говорит, я думал, мы союзники, а он говорит, мы служим только императору. Ну, то есть, имеется в виду Шао Кана. Так, стоп. Хотел попробовать это. Но не то все, когда разделаю. А, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Вот. И после этого можно уже делать телезависание. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ах! Да что ж ты, гад. Свои брейки тут мне распускаешь. Я ж даже забыл. Ого! Опять ударчиков вышло, да? Ну, не так уж и много, на самом деле. Подождите, уже второй раунд. Он, черт, я, на счет я заигрался с ним, прям, не знаю, не зависит от того, что он уже два раунда выиграл. Офигеть, блин, что ж такое-то. Значит, ему тоже светит фаталити. Значит, вперед, вниз, вниз, вверх. Перед, вниз, вниз, вверх. На средней дистанции, опять-таки. Перед, вниз, вверх. Так, переходим к Рейдену. Ну, все, на Рейдене надо точно сейчас будет сконцентрироваться и сделать что-то брутальное. Так, я, походу, сделал одно и то же фаталити два раза, и что-то я не понимаю, что, в чем прикол был сейчас с этими фаталками. Ну, что ж, я, все, увлекаюсь. Рейдене два раза. Так, я не буду X-Ray тратить на него. Я лучше попробую все суперудары использовать 10 раз. А вот почему-то, когда два удара в воздухе делаешь, сложно успеть сделать его еще раз, захватить. Так, блин, еще раз, значит, что мы делаем, что мы делаем? Ну, тут, по идее, все просто. Нужно выполнить мощный телепорт в воздухе, и все. 10 атак, я думаю, мы сделали все. Главное теперь, чтобы жизни, как бы, это хватило. Так, все. Есть, есть. Первый бруталик готово. Хорошо. Надо разобраться с той, которой там что-то 40% жизни должно остаться. Больше или меньше, на самом деле. По идее, во всех, мне кажется, бруталиках должно быть условие, чтобы жизни оставалось больше столько-то, или не меньше 40%, а не меньше, как там написано. Мне кажется, это, скорее всего, неправильный перевод. Так, ладно, будем Скорпа мучить. Так, ладно, будем Скорпа мучить. Так, мы чувствуем карость воина, говорит, скоро ты ее почувствуешь. Странно. Мы ощущаем, а скоро ты и ощутишь. Ну, как так, то есть, особенно с перевода Сенс, чувство, фил, это тоже, типа, как бы чувство, но, видимо, у них есть немножко разные значения этих слов. Все-таки, вот что, я не понял, почему у меня получилось. Такое ощущение, что это, я сделал первый фаталити два раза. Хотя, выполнение другое. Вперед, низ, низ, вверх. Странно, ладно. Сейчас я попробую сделать. Блин, да что в тебя делают-то, а? О, нормально вышло все-таки. 17%, конечно, по меркам затротов это очень мало. Ну, для меня это нормально. Так, ладно, опять готовимся. Готовимся к приему добивания. Значит, вниз-назад квадрат. Необходимый выполнен компа из пяти ударов, который закончится вниз-назад квадрат. Да, это то, что мы часто делаем. Поднимаем воздух, бьем, и потом еще раз поднимаем воздух его. Вот, видимо, как-то так. Скорее всего. Ну, я думаю, это проще сделать, чем следующее, да, которое тут 40% что-то требует. Давайте с него все-таки начнем. Так, вот. Вот, к примеру, вот это нужно будет попробовать сделать. Не знаю. Так. Ну вот, не знаю, теперь получится или нет. Вот, сволочь. Так, может, все-таки это усиление, лучше с усилением сделать. У нас как раз жизни тут что-то в районе 40%. Телеудержание усиленное. Давайте попробуем его сделать, не знаю. Есть! Вышло! Круто! Так, ну ладно, теперь осталось сделать только бруталку, которая с пяти ударами у нас сочетается. Просто надо угадать, сколько жизней останется у противника, да, чтобы вот эти удары в раннейшем времени его не убили. Так, улау. Возможно, тебе мы это и сделаем. Ура! Так, у нас тут взлома в личи. Да, тут все-таки вот сложно подцепить еще раз после второго удара с телепортом. Сложно подцепить. Надо что-то, чтобы противник как бы меньше в воздухе находился, да? Сложно подцепить. Ну давай, подходи. Ну давай, подходи. Блин. Блин. Да что ты будешь делать, а? Так. Есть Так, ну все, ребят, все три бруталки Которые мог в этом стиле сделать, я сделал Значит, у нас Остается разобраться с фаталити Я так не понял, честно говоря, что-то я сделал два раза Одно и то же фаталити, это были разные Вроде кишки там и там изо рта вынимались Вот, и В общем, тогда сейчас будем пробовать еще раз фаталку сделать Непонятно, что-то Тут бывает тоже какая-то путаница С переводом, с описанием фаталок А это уже в година взяла и заблокировала Блин, вот Когда надо, не получается Вот что, хорошо Ну там комбат, но оно поднимает в воздух противника И у него таких несколько получается Редактор субтитров Редактор субтитров Вот что, классно еще Персонажи с телепортами, да То есть можно прыжки делать Не просто так делать, да Когда противник, кстати, ждет Как многие пытаются вначале А ждать, пока он какое-то действие будет совершать Блин, эту штуку сзади мне помешала Так, ладно, я сейчас буду все-таки фаталки мутить Поэтому не будем на ней тут зацикливаться Значит, еще раз смотрим Первое Работа над собой называется Вниз, вверх, назад Ну, мне кажется, я его и делал Потому что первый раз точно А тут вперед, вниз, вниз, вверх Хрен, это выполнение абсолютно разное Вот Давайте попробуем еще раз Вот сделать вперед, вниз, вниз, вверх А, нет Нет, значит, все-таки второй раз у меня К чему-то сработала первая фаталка Хотя странно, как она Не знаю Как она получилась, я не понимаю Но в первом фаталике используется зажатый блок И я при выполнении второго тоже его использовал Надо было, видимо, этого не делать А сейчас я блок не использовал Потому что последняя кнопка идет вверх То есть он не будет прыгать, когда вверх Это последняя кнопка Вот, так что блок зажимать не обязательно А вот когда у тебя вверх не последняя Там, например, вниз, вверх, влево, вправо То нужно, когда делаешь вниз, вверх Блок зажимать Так, рептилия Ну все, значит, обе фаталки мы увидели Так что теперь будем Просто отрываться и делать, что получится Просто мочить их Пытаться как можно лучше мочить Научиться играть за ермака как можно лучше Ага, хрен, первый удар за ерептилией Что-то у меня телепорт теперь не получается В замедленном действии А что ты Сволочь такая Кстати, у нас же еще летать умеет Я забыл Вот так вот можно Ну ладно Да что я делаю Это я хотел его С телепорта Ну ладно, фиг с ним Ну что-то одно всегда не получается Ладно, вот тут хорошо, да Что во время удержания Можно сделать х-рей Бывает, что против держится На такой высоте Что х-рей пролетает мимо У некоторых персонажей По-моему, у кого-то такой был Я точно уже не помню Но у кого-то такое было Что ты Товальц Да, вот тут хороший телепорт довольно-таки Ах ты, сволочь такая О, что я сейчас сделал Я же надо был в прыжке это делать Блин Влад, давайте фракционное убийство Какое-нибудь Фракционное убийство Конечно не очень интересное Но с другой стороны Для разнообразия Можно и поделать их Тем более тут 5 разных фракций Они немного отличаются Скажем так О, Ермак против Ермака Ермак Ермака видит издалека А, это В ДЛЦ костюме Типа мумия Должен остаться только один Между прочим Фраза из очень культового фильма Который мне всегда нравился Кто знает, что это за фильм И учит фразу Where can be only one Пишите в комментариях Типа мумия Встручит в герман Должен ну что с мимо получил смотрите-ка ах не дал меня огонь кинуть сволочь ухты ухты кстати вот типа усиленный телепорт тоже поднимает воздух блин такое не хотела это делать а да что я сварю так о сволочь а ну падла кстати я ни разу не использовал захват еще за весь за все время да что ж ты блин ну вот смотрите ребят а усиленный телепорт и на самом деле здоровье то у меня было полное то есть видимо это все бред в переводе написан давайте прямо сейчас они сейчас я сделал сильный телепорт воздухе здоровья был больше 50 процентов а в описании написано что должно быть не менее меньше 40 процентов здоровья то есть полный бред в описании ладно будем мучить гора вот еще раз на всех случаях даже прочитаем да вот он усиленный черепу годия только в силе мистик рука должен остаться не более 40 процентов здоровья бред спасибо даром должен стать прием к телеудержанию а стоп я же не точно сделал то я сделал вот это а нет вот это вот это все про то есть описание правильно должно быть видимо не менее 40 процентов здоровья остаться чтобы это при получился когда у тебя меньше 40 скорей всего не получится хотя общите условия дурацкий навска не нужны а нет я все таки вот это сделал то что я путаюсь короче постоянно ладно ты мастер битву да а я мастер телекинеза а а Фух, чуть не замочу меня, гад Сволочь такая Да я Ух ты, тут, тут падла Тут Стой Не успел Сволочь Вот, 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 вот Фух Я думал разорвать его пополам Довольно легко нам дался гора Ну, как обычно, нелегко дастся шинок Ну, посмотрим, может быть, телепорт поможет мне биться с демоническим шинком Хотя, хрен его знает, если он начнет спамить своим огнем, то там ничего не поможет Типа, говорит, иди и служи мне, да Мы служим внешнему миру Бро Сука Сволочь Ах, что-то телепорт не вышел в этот раз Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Давай Так, надо, наверное, силы копить на его третью, то есть вторую его инкарнацию То есть, я имею в виду, всякие усиления, я имею в виду, не тратить час Хотя, может, они сбросятся, я что-то вот не помню, они как они, сбрасываются или нет О, что-то О, что-то Финал раунд Блин, он не дал мне сделать усилийный телепорт, падла Он вообще защищается Блин, он так и знал, что с ним будут проблемы Ну, вот опять усилийный телепорт прошел даром, короче Нифига себе, вот это бред, вы видели сейчас, какой бред был? Огонь начал стрелять в автоматический разок, хотя он стрелял его в другую сторону О, так ты у нас на эту фигню ловишься Да ладно Ну, правда, сейчас уже, наверное, в этом раунде без шансов Да, без шансов в этом раунде Ой, в этом бою Ха-ха-ха, черт Тут же один раунд всего Ёлы-палы Ну, как обычно Ермак Ой, ермак Щенок испортил мне всю картину Повторяю попытку, как обычно Ох ты А чё это он... А, я сделал три раза треугольник Ох, можно ему рентген сделать Посмотреть, что у него теперь внутри за кости Ну, рога видно чуть-чуть Как-то череп и рога как будто бы отдельно Но они демонические, так что, может быть А, сука А, сука А, сука Так Так, блин, так, вот так вот, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Снова оказавшись в одиночестве, Рымак бродил по лабиринтам старой крепости Шаокана. Он искал источник тихого голоса, взывающего к нему. Вдруг облако пыли скользнуло по его груди, выпустив на свободу одну из норрств его душ. Пыль приняла форму человека, который принялся поглощать душу одну за другой. Беспомощно взирая на это, слабейший Рымак узнал загадочного человека. Это был колдун Шан Цунг, восставший из мертвых. Офигеть. Странно, а как душа Шан Цунга попала в Рымака? Как бы, Ермак же был уже создан, когда Шан Цунга убил этот самый Шаокан и отдал его силу Синдел, по-моему, насколько я помню. Что за фигня? И тем более, вроде как бы, душа самого Шаокана содержится в Ермаке. То есть, я хрен... Непонятно, может, я думал, что сейчас вылезет Шаокан из него, а не Шан Цунг. Странновато, странновато. Не знаю, как все это объясняется. Ну, ладно. Может, как-нибудь потом объяснят. Так, ну что ж, друзья. На этом прохождение ЗРМК завершено. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, не забудьте поставить лайк, писать в комментариях по поводу этого прохождения, по поводу этой вот фишки, которая произошла в конце. Также, чем быстрее, чем больше вы ставите лайки, тем быстрее выйдет прохождение за следующего персонажа. Ну, на этом у нас все. С вами был Рошан Лензука. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok